Ребята, всех приветствую на своем канале Оскарс. Спасибо, что вы снова зашли на мой канал и смотрите это видео. Сегодня я хотел бы вам представить оладушки с клубникой. Вот такая замечательная клубничка. У нас, как вы знаете, сейчас сезон на клубнику. Клубничка отличная. Но поторопитесь, потому что скоро этот сезон клубники закончится. Поэтому поспешите сделать себя и побаловать такой вкуснятиной, как оладушки с клубникой. Итак, клубники у меня 350 грамм. Два яйца. Два с половиной стакана муки просеянной. Пока два с половиной стакана. Может быть мы добавим. Это будем еще смотреть. Потом, вот 450 миллиграмм кефира. Кефир можете домашний, магазинный. Кислое молоко домашнее. Это без разницы. Потом, здесь у меня в стакане две чайные ложки соли и одна хорошая такая чайная ложка разрыхлителя для теста. Два яйца. И еще нам понадобится три столовые ложки с сахаром. Вот у меня этот сахар. Поэтому клубнику нам нужно будет порезать на мелкие кусочки для нашего хорошего теста. Но клубнику мы отставим в сторону. А сейчас мы займемся именно тестом. В тесто высыпаем соль и разрыхлитель. Также добавим три столовые ложки сахара. Видите, я все сразу как бы делаю. Потом добавим наши яйца. Вот так. Берем наш венчик и постепенно добавляем кефир. И делаем наше тесто. Хорошо-хорошо вымешиваем его. Ребята, наше тесто готовое. Видите, какое оно должно быть? Оно должно как ложиться ломтиками такое. Вот такими ломтиками ложится тесто. Это оно готовое. Поэтому наше тесто мы отставляем в сторону. И займемся нашей клубничкой, ребята. Нам клубничку нужно перерезать. Ребята, у нас нарезка клубники в процессе. Вот как бы ее не сильно крупно, но не сильно мелко. Чтобы у вас не появилось сильно много дополнительной жидкости в тесто. Потому что оно будет жидким для наших ладий. Поэтому вот такими кусочками делаем. Большую клубнику напополам. И каждую дольку еще на 4 части. Вот так раз, два, три, четыре. И еще на четыре. И вот такие получаются квадратики. Так, занимаюсь полностью и к вам вернуться. Ребята, наша клубничка готова. Помещаем ее в наше шикарное тесто. Сейчас я немножечко его еще раз. Расшевелю вот так хорошенечко. Вот, тесто шикарное. И высыпаем сюда в клубничку нашу. И это хорошо. Но это уже можно, конечно, ложечку брать. И эта ложечка аккуратно все вымешивать. Вот так берем ложечку. Это хорошенечко. Вот так клубничку нашу. Вмешиваем наше тестушко вкуснейшее. Ребята, цвет такой, конечно, изумительный получается. Прям уже хочется попробовать. Вот так вот. Хорошенечко со дна. Перемешаем это все. Все, достаточно. Ребята, теперь сковородку ставим на огонь. У меня огонь чуть меньше среднего. Немножко, совершенно немножко масла подсолнечное, обычное. На сковородку. Сковородка разогрета. И можно пытаться первую партию наших вкуснейших оладушек положить на поверхность сковородочки. Пытайтесь, чтобы у вас клубничка была в каждом оладушке. Хорошенечко ее достаточно, в принципе, в тесте. Вот так. Немножко, чтобы расстояние между дружкой было. И аккуратненько следим. Ребята, наше оладьи можно переворачивать. Когда будете делать тесто, вы не бойтесь, что оно вам покажется густоватое, потому как вы учитываете, что вы будете еще добавлять клубнику по-любому, как бы вы ни старались равномерно нарезать, чтобы меньше у вас было сока, он все-таки будет. Поэтому ваше тесто немножко станет еще жиже. Поэтому все нормально. Делайте по моему рецепту, все у вас получится. Все будет красиво. Ребята, наша первая партия оладушек готова. Смотрите, красавцы получились. Пусть теперь остывают, и мы сделаем красивую подачу на стол. Ребята, ну что, вот и наступила презентация нашего прекрасного, вкуснейшего и ароматного блюда. Оладьи с клубникой. Вот так они выглядят. Оладьи со сметанкой, посыпаны сахарной пудрой и украшены ягодами клубники. Невероятный, наверное, вкус. Попробуем. Итак, ребятки, пробуем. Смотрите, оладьи наши пропеклись. Клубничка в середине, видите, как растеклась хорошо. Вся блестит, то есть оладьи сочные. Пробуем. Ммм. Ну, ребята, вкус просто бесподобный. Оладьи со сметанкой. Так сахарной пудрой берете. Ммм, вкусняшка вообще бомба просто. Ммм. Ребята, вкус просто супер. Поэтому делайте такую вкусняшку дома. Радуйте себя и своих близких. Всего доброго. До скорой встречи. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова